доброе утро друзья у нас ветер стих так вот но есть небольшой чайка как сегодня на вечер все равно обещают дождь поэтому погода мокрая чем я на работу иду сегодня машину подальше оставила чтобы прогуляться так что-то решил говорю пойду пробздюсь немножечко на солнце так хорошо тепло и чарльз заодно прогуляется я уже дома пришла смотрите у меня была мой мой вам моего замороженная достала сейчас сделаю салатик себе там кого колбаска поджаривается в общем будет все в ажуре салатик нарежу с авокадо меня там поспевший помидоры вот такие черные пахнет нереально прям помидором знаете сейчас скажите опять вкус детства я особо помидоры то не люблю ну как бы иногда можно они мне как бы ни фу ни фа вот я сейчас с луком с авокадо и будет и фу и фа и вот поджарю ботат тоже обалденный так у меня будет обед что-то я потерялась и я на улице опять пасмурно быть противно как-то холодно вроде не холодно 20 градусов а то что влажность вроде как холодно в общем вообще на вечер передают дождь с чарли опять не гулять не пойдемте не сделала бутерброд себе с сыром и с колбасой съела половина только зато кусочек этого кекса слопала 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 помидор есть какой хотите черный зеленый голубой фиолетовый вот честное слово разные есть помидоры на любой вкус по цене мяса по цене икры красной по цене черной икры если конечно возьмете по цене коробка спичечного что можно от этого помидора ожидать ничего так ладно лук и авокадо салатик такой с бальзамическим уксусом поэтому такой страшненький и вот моя вкусняшка будут с таким соусом языке есть в общем всем приятного аппетита колбаска оказалась нереально вкусная так что кто не не пробовал советую меркадо не брала бутифара называется представляете не понимаю этих почтовых работников или чё как это все назвать в общем вчера же я на почту ходила за вот этими штуками а сегодня я вам говорила что три посылочки за заказала а сегодня вот сижу ем дверь звонок прям в дверь не в домофон так а не понял говорю кто мне названивает обычно знаете дверь нам звонят соседи чтобы перелезть к себе домой вот и такая открываю дверь а там почтальон и знаете что мне принес я короче заказывала вот такие штуки это для сейчас это швабры на них вешать я не пойму конструкцию представляете в один день он как-то на стену лепится а ну так вставляется сюда и вот так сюда какие-то штуки швабра вот так вставляется интересная штука крючки кстати классного смотрите на вот так это крючки классно держат и все нормально сейчас в общем посмотрю меня вот здесь вот такая есть держалка типа для швабры но он все равно он на фига не работает не знаю почему сейчас покажу мне тут просто стоит табуретка и тележка для это для для бутана в общем хочу его открутить хотя можно было вот на эти крючки вешать но нет тоже неудобно чем надо как-то это все открутить но у меня теперь проблема такая открыт отвертка и она туда идите не влазит ведь какие у нас дожди идут вот эта штука вот мешается а вот это тоже не лезет мне нужна отвертка другая сейчас позвоню скажу что привез мне другую отвертку или вообще пускай сама откручивает и вот сюда хочу прилепить эти крючки и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот туда у нас дождик. Ай, скукота. Скукотишная. Вроде как не сильно, но все равно же не пойду я гулять в такую погоду. Знаете, у нас в деревне всегда говорили, если птицы высоко в небе, значит дождя не будет. Не птицы, а эти, как их называли-то, господи. Скажите, напишите в комментариях, что за птицы-то, которые нам показывали прогноз погоды. Если высоко, значит не будет дождя. А если низко, в общем, не помню. Они еще сидели на проводах постоянно. Так вот, здесь нет таких птиц, и они все время в небе летают. И вместо, знаете, у нас когда дождик, на асфальте червяки вылазили все, да? Помните такое, да? Особенно в детстве, вот идешь в сапогах этих резиновых, и вот червяки. А здесь улитки. Здесь улитки всегда на дороге. Да, да, чучат, и как хотел. Вот так вот улитки. А этот поет ему по барабану вообще. Что мне смех, да, да. В комментарии правильно заметили, что Чучи, говорится, у Чучи нет плохой погоды. Вся погода благодать. Я в 6 часов, ну, я не встаю в 6 часов, но я сплю очень чутко. Ну, вот, поэтому, как бы, всегда слышу. Он в 6 часов уже поет, на за всю, на всю. В общем, там у него уже день начинается. Хотела цветочки полить. А я хожу, слоняюсь из стороны в сторону. Не знаю, чем себя занять. Смотрите, какая лепота отдыхает тут со мной. Пока я монтирую. Любовь моя вот так вот развалился. Развалился. Он, кстати, вот не совсем. Он только со мной такой ласковый, такой податливый. Муж его может еще вот так вот сделать с ним. И все, больше не... А, нет. Он еще так же сильно любит одну сестру. Блин, опять вру. Еще племянник. В общем, человек 5. Так вот он любит и позволяет с собой так вот его гладить везде. Вот. А так вот просто... И он так же бывает злой. Но на камеру он не будет злым, чтобы не, как бы, не портить свою репутацию. Сколько я не пыталась его разозлить на камеру, он как будто понимает. Что он хороший пес и говорит, скажет, не буду я портить свою репутацию на камеру. Поэтому обычно вот так ему делаешь, он начинает злиться. А тут, видите, ни в какой. Кстати, муж сегодня ему что-то дал, колбаску или еще что-то. Но я пошутила. Ты же меня не понял, я же пошутила. Я же ненадолго уходила. В общем-то... Он, знаете, очень деликатный по поводу еды. Вот. И если он что-то сожрет и его желудок не воспринимает, он просто это все тебе где-нибудь на пледике оставит. Вот сегодня на пледик. Потом на полу тоже нашла. Вот. Ну, рвет его, короче. Чего о тут подумать еще? И, короче, Люлеев получил муж, естественно. Но я ему сколько раз говорю, не давай. Ему также не нравится хамон. Он ему дает хамон, потом этот хамон по всему полу. Знаете, идешь по кухне и думаешь, что... Я, знаете, что прикол сказала? Я говорю, вот ты что-то ему даешь. Я говорю, все это соберу с пола. И сделаю тебе запеканку. А когда ты ее съешь, то, говорю, я тебе скажу, из чего она была сделана. Как говорится, подавай вместе... Как это? Вместе это холодное блюдо, да? Вот. Я говорю, поверь мне, говорю, буду собирать все крупиночки, все вот эти вот, и замораживать. А потом тебе сделаю тортию. Запеканку из геечную. Потому что сколько раз, говорю, он это не ест. Он вообще у меня не ест почти ничего. Ну, только из моей тарелки, если только. Ты же меня не понял. Пойдемте на улицу сходим, хоть на балкон. Нахрешу дома моего. Дождь что-то так, знаете, он с 4 часа был, а потом все, ушел. Нету дождя. Очень странно. Я дождала. Соседи живут. Ой, мне знаете, что приснилось тут на днях. Будто бы у нас... Ну, вот это у нас новые соседи. Дождь, по-моему, покайпывает. Новые соседи. И мне сегодня ночью приснилось. Я не очень хорошо спала этой ночью, но неважно. И знаете, что мне приснилось? Что девушка русская, не русская, а с Беларуси. А муж у нее румынец. И причем он говорил по-румынски. Как может во сне присниться тебе человек, который говорит по-румынски? И что мы какую-то гулянку устроили. И я такая... Девчонка была, о, у меня соседка там, вот она с Беларусью по-русски разговаривает. Давайте ее пригласим к нам. А мы особо, знаете, у нас у всех подружек, у мужья, у все испанцы. И мы, как бы, русских мужчин и испанских не, как это сказать-то... Господи. Не совмещаем, не мешаем. Все-таки, знаете, интеллективные немножко, вот они отличаются. Русские мужчины и от испанских даже не немножко. Ну, и вообще, как бы, был такой опыт, печальный, скажем так. Что, как бы, мужчины... Вот, знаете, женщины русские с испанскими, нормально все. Вот у нас у каждой подружки есть испанские подружки, там, общаемся с ними нормально. А вот мужчины, как-то я не знаю. Именно, вот, знаете, не те мужчины русские, которые вот работают на испанцев, а вот именно в семьях русских, мужчины русские с испанцами как-то, ну, не так, не общаются, не находят общий язык. Напишите, если это не так, если у вас есть русский муж, и он общается с испанцами хорошо, то, ну, может быть, это не так, как я говорю. Ну, вот у нас, говорю, был опыт такой, как бы, не очень. То есть этот мужчина, он просто сидел и тупо с нами болтал, с русскими девчонками, а не с мужиками. Ну, и потом вообще-то... Короче, короче, лучше их не мешать. Вот, а тут... Ты чё ко мне пришёл? Я тут... Ты чё так обрадовался-то? Ты чё так обрадовался-то, да? Я тут в закутке стою, потому что... Ой, так облака летят классно, потому что ветер, и меня не будет слышно. Ты же меня не понял. В общем, вот так. А тут мне во сне снится, что румынец, и мы все на тусовке. В общем, чё только не приснится, да. Смотрите, как облака прям быстро-быстро летят. Этой ночью всё равно обещает дождь, и холодно. Прямо холодно. Холодно без тебя. Днём до двадцати, а ночью тринадцать-двенадцать градусов. Вот так. Ты чё там пописал, что ли, да? Ты пописал? Ты такая сладкая радость пописал, да? Ну, сейчас убей. Мама не будет убирать, потому что дождик пойдёт. И даст тебе чучу. Да, да. Да, маму? Менька, маму, давай, пошли. В общем, мы пошли чучу давать. Смотрите, как там тоже красиво. Ладно, буду я с вами, наверное, прощаться до завтра. Смотрите. Там прям вообще очень красиво. Красота. Да, да, сейчас пойдём. Ну, пойдём сейчас. Ну, подожди, попрощайся с людьми. Всё, идём, идём. Всё, друзья, видите, зовёт. Всё, пока. Пошли, пошли. Ну, пошли, пошли уже. Спешит, спешит, понимаешь ли. Спешит. Всё, давай, чучу. Я сделала всё правильно. Ты посмотри на него. Я всё сделала правильно. Всё, как ты говоришь, быстро меня... Да нет, это муж пришёл. А я его совсем не поняла. Это он мне пришёл разговаривать, что муж пришёл домой. Я не знаю, папа. Си, не знаю, папа. А я-то не понимаю. Ладно, друзья, всего самого лучшего и всем пока-пока до завтра.